Приветствую вас. Значит, давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Значит, в резюме стоит писать в первую очередь свои положительные качества, ваш опыт работы, если есть, сведения об образовании, если есть, и интересы, которые у вас имеются. Соответственно, если у вас опыта работы нигде нет, то, соответственно, искать нужно только те места, где не требуется опыта, где можно пройти стажировку, обучение и так далее. Рабочие места стоит подыскивать первоначально именно исходя из ваших собственных предпочтений, которые есть, то есть, именно вот, чего бы хотели вы, как бы хотели вы, за сколько хотели бы вы, ну и потом уже, соответственно, можно будет двигаться в зависимости от того, найдете вы то, что вам нужно или нет. Далее, вы пишете, значит, но в той степени запомнить все, что просят. Наверное, вы хотели сказать, заполнить, заполнить все, что просят. То есть, понимаете, заполнить все, что просят, нужно, но если вам нечего написать, то лучше просто оставлять прочерк. Просто прочерк, и все. То есть, не надо писать того, что вы не знаете, того, что вы не умеете, не надо писать от себя тянув всякую, да, то есть, ну вот, например, если вы чего-то не умеете, не надо пытаться сделать вид, что вы это умеете. Вот, лучше будет, лучше, если вы это сделаете правдиво, честно и так далее. Вот, если не будет получаться устроиться на работу, да, в интернете, то можно пробовать устроиться в, ну, в реальности, да. Просто смотреть вакансии, обзванивать знакомых и так далее. Вот. Потому что по знакомству проще устраиваться на работу, чем вот так. Во-вторых, где правильно нужно подрабатывать? Вдалеке от дома или под носом? Ну, смотрите, если под носом, то, по крайней мере, вы не будете брать время на дорогу и деньги. Вот. А правильные, это в каком смысле правильные? С точки зрения кого правильные? Понимаете, вдалеке от дома это раньше вставать, дольше ехать, больше тратить ресурсов на это. Я думаю, что если можно, то лучше работать поближе к дому. Но вдалеке, зная, как добираться домой. Не совсем понял. Но вдалеке, зная, как добираться домой. А можно не знать, как добираться домой? В-третьих, вот я написал резюме. Тебе позвонил работодатель с предложением. Тебя оно устраивает, можно сразу приступать или еще нюансы нужны уже там, помимо собеседования. Ну, на самом деле, нюансы всегда есть. Во-первых, есть какие-то дополнительные условия всегда. Вот. Не всегда работодатель указывает способ начисления зарплаты. Не всегда работодатель указывает адекватный день рабочий. То есть, вот, сколько времени вы будете работать. Вот. Но, как правило, работодатель сам никакие нюансы прояснять не будет. Кроме того, не собираетесь ли вы увольняться в ближайшее время. То есть, ну, не собираетесь ли вы работать месяц или два, например, да, и уйти. Вот это вот. А так, в принципе, все нюансы обычно выясняет сам работник. Вот. Ну, в принципе, я думаю так. Вообще, мне кажется, ваш вопрос, он не совсем в психологии. Он больше, куда у нас тут, значит, так, сейчас я посмотрю. Он больше в бизнес на самом деле, потому что любая работа это бизнес. Вот. Он больше в бизнес. То есть, я рекомендую вам именно в раздел «Бизнес» свой вопрос либо перенаправить, либо продублировать его. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и Продолжение следует...